Всем привет! Меня зовут Марина. Сегодня я буду готовить дрожжевое тесто, чтобы приготовить рогалики. Для этого нам понадобится 600 грамм муки, 2 яйца, 60 грамм масла сливочного, я уже растопила, но у меня, девочки, все в двойном размере, потому что я буду делать двойную порцию. Поэтому у меня здесь 120 грамм, естественно, у меня здесь не 600 грамм муки, а 1,2 кг, а вот у меня 4 яйца, значит понадобится, я вам рассказываю, она у меня тепленькая, развела в нем дрожжи, вот они у меня уже вот как заиграли, смотрите, вот здесь у меня молоко, я развела хорошо, размешала дрожжи сухие, молоко теплое, добавила туда сахара, щепотку соли и чуть-чуть муки. Муку я просеяла, мука у меня просеянная, добавляю чуть-чуть муки. Яйца у меня крупные. У меня сын студент, готовлю ему передачку, попросил у меня творожные рогалики, буду делать творожные. Добавлю сахар, это я все потом переложу в большую емкость, большая костюр, у меня где будет подходить тесто дрожжевое. В общем, повторюсь, у меня брожжи сухие, храню я их в холодильнике, девочки, можете покупать смело, не думать о том, что они у вас старые, не свежие. Я покупаю, пересыпаю в баночку и храню в холодильнике. Меня так наручили и тогда они у вас всегда будут хорошо подходить. Музыка. Тесто дрожжевое, девочки, не любят сквозняков, нужно было, чтобы было тепло, тихо. Тесто в теплое место поставить тесто своем. Сейчас вот чуть-чуть замешу и переложу в большую костюль, чтобы было удобно замесить его. Девочки, переложила я тесто в большую костюльку и добавлю еще муки. И буду добавлять потихонечку сливочное масло, чтобы не замешивать тесто. Тесто нужно хорошо вымесить, чтобы оно было пышное. Если бы плохо его девочке вымесить, то тесто будет взбитое и вкусное. Когда тесто дрожжевое хорошо вымешано, тогда булочные изделия такие пышные, красивые. Хорошо подходит. Примерно минут 10, чтобы его месили, чтобы тесто было вымешано. Девочки, поставлю теплое место. Это может час-полтора будет подходить. Вот сейчас стенки кастрюли я смажу подсолнечным маслом, чтобы тесто легко подходило. Сверху чуть-чуть. Все, девочки, тесто будет подходить. Подошло мое тесто. Смотрите, вот как оно красивое. Насколько вот подошло. Пышное, такое воздушное. Прошло полтора часа. Теперь я его еще раз замешу. Смажем маслом подсолнечным. И хорошо нужно вымесить. И после того, как вы его вымесите, оно увеличится еще в три раза. У меня полная кастрюля будет. И тогда мы будем с вами выпекать уже булочки. В общем, вот так, девочки, нужно помесить тесто очень хорошо. Как у меня говорится и кровь, чтобы оно начало разговаривать. Запищало. Девочки, вымесила я тесто. Вот такое вот оно красивое. Сейчас еще раз подойдет. Все, сейчас поставлю в теплое место. Накрою. Все, девчонки, ждем. Вот такое пышное, красивое. Двосточку я помыла, обработала. У меня обработано уксусом. Сейчас маслом, чтобы не прилипало тесто. Скалку. Так, мы будем брать. Делать творожные ракалики. Сын попросил творожные. То, что Нигель ела ему с жимом. Он говорит, нет, с творогом вкуснее. Значит, с творогом. Делать шарик. И раскатываем. Девочки. Так, вот. Отрезаем. Творог у меня с вишней. Так. Накрываем. Закручиваем. И вот такой вот ракалик получился. Смотрите. Красавчик. Красавчик. Делаем. Сейчас еще раз. Делаем такой вот колобочек. Раскатаем. Творог положим. Творог положим. Закрутка. Накрываем. И заворачиваем девочки. Вот, смотрите, какой красивый. Девочки, вот я накрутила буквально за 5 минут. Вот у меня 5 штук. Это одна порция. Там еще будет у меня на 2. Сейчас смажем яйцо. Думаю, красивые были, румяные. Можно делать маленькие. Маленькие у меня просто нет времени. Накрутила. Вот такой вот рогалик. Такие вот красавчики. Быстренько. Вкусно. К чаю. И дома у нас останется, и студенту будет. Вот такие вот красавчики. Можно посыпать кунжутом. Украсить чуть-чуть. Духовка у меня разогрета. И ставим в духовку, девочки. Вот, девочки, поставила в духовку на 20 минут. На 180 градусов. Все. Ждем. Все, девочки. Прошло 20 минут. Мои рогалики испеклись. Смотрите, какие красивые, румяные. Так и хочется скушать. Нежно. Все. Я буду дальше порцию закладывать. На противень выкладывать и в духовку ставить. Девочки, будем готовить еще сегодня самсу. У меня слоеное тесто. Я его купила. Женщина сама делает дома. Это экономит время. Тесто очень хорошее. Магазинное я не покупаю. А вот домашнее, веру. Очень хорошее тесто. У меня здесь килограмм слоеного теста для самсы. Фарш. У меня говяжий. Я уже лук измельчила в блендере и мелко порезала. Посолила, поперчила. И теперь надо перемешать. Здесь килограмм. Я уже на фарше. У меня две такие очень огромные две луковицы. В общем, будут достаточно. Больше не надо. Я предлагаю свой вариант. Самсы. Очень любят. Самое интересное, оставайтесь со мной и смотрите дальше. Девочки, перемешала я фарш с луком. В общем, я его посолила, поперчила. У меня слоеное тесто. Скалка. И скалкой буду раскатывать. Не очень тонко. Покажу, как для начинающих. Как удобно. Формочку наделать самсы. Возьмите блюдце. И это у вас как формочка будет. Вот. Вот у вас такие два кругляшочка. Вокруг. Вы берете. Фарш. Выкладываете. Посередине вот так берете. Прищипнули. И дальше вот. Вот у вас такой кармашек получился. Вот. И идете потом вот так вот. Вот. Очень удобно, девочки. Для тех, кто не знает. И потом нужно прищипнуть. Чтобы не разошлось тесто. Чтобы фарш ваш не вывалился. Вот такой вот треугольничек. Вот я уже пинатула. Покусинь. Вымозила пергамент. И вот сюда положу. И берем вот еще одну. Такую же. Санцушки очень вкусные. Будут они. Не будут сухие. Девочки. Берете их пять. Посередине. Прищипнули. И дальше. Вот у вас такой кармашек. Вот. Конвертик. И вот дальше берете сюда. И вот. Очень быстренько. Кто не знает. Никто не умеет. Вот. Для вас очень простой и легкий вариант. Девчонки. Вот и все будут красивые, ровные. Смотрите, девочки. Так что оставайтесь. Сейчас я долюблю. У меня где-то на противник помещается 12 штук. И вот мои самцушки. Я их уже выложила в противник. Получилось у меня вот 13 штук. И еще кусочек теста у меня вот остался. Это вот с килограмма слоеного теста. Еще на одну самцушку получится. Вот налюбила. И теперь нужно смазать сверху желтком. Чтобы они были зарумяненные, красивые. Ну и сверху еще кунжутом посыпем. Духовка я уже начала разогреваться. Осталось 5 минут. Это вот одна порция с килограмм. И у меня еще есть килограмм. Я еще делаю одну порцию. Получается, одну сыну, старшему я передам. И одна порция нам останется. У меня младший сын разогревает утром в школу. Завтракает. Очень удобно, быстро. Не нужно думать, что утром покушать. Сам микроволновку положил, разогрел. Все, ребенок сыт. Не идет голодная в школу. Ну и также муж поездку берет. Очень удобно. Перекусить. Кому, девчонки, понравилось, пробуйте. Очень удобно, сытно. Ну и вот я перемазала. Осталось. Все перемазала. Вот, я вот только посыпаю. Все, осталось у меня еще 2 минуты и духовка у меня запищит, можно будет ставить. Все, поставила, девчонки, я свои самсушки в духовку, выставила 45 минут. Все, закрываем, ждем. Выложила, девочки, на тарелку самсушки, чтобы они остывали. Вот такие вот красавчики получились. Ну что, девчонки, рогалики я уже испекла, самсу тоже испекла. И теперь мне нужно приготовить еще сыну, я в духовке буду готовить картофель с грибами и нут. Нут я замочила на ночь, сейчас его проварила уже. Еще у меня вот свинина, лук, морковь, перец красный свежий, вот грибочки, картофель я уже почистила. Буду обжаривать сейчас мясо с луком, добавлю туда грибочки, перец, нарежу картофель и потом у меня есть такая вот пятница. Вот, буду в ней запекать в духовке руликс, мне очень нравится эта кастрюлька. Буду в ней готовить. Все, оставайтесь, девчонки, со мной. Девочки, жарится у меня мясо, может чуть-чуть шум идет, потому что у меня вытяжка включена. Чайник, сейчас добавлю лук, полукольцами порезала его, уже будет у нас не тушиться. Чайник, сейчас поперчу черным перцем. И тем временем нарежу морковочки и перчик. Чайник, сейчас поперчу черным перцем, пушистым. Чайник чуть-чуть потомился, добавляю морковочку. И добавляю морковочку до цвета, до цвета. И добавляю еще чуть-чуть. Морковочка моя обремянилась тоже и будет добавляться грибочки. Грибочки. Поперчу белочки. Морковочный перец. Добавлю томатную пасту. Добавляю пирог и добавляю пирог. 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 Девчонки, приготовилась моя картошка. Духовка с нутом, с рябочками. Духовки прошло час двадцать. Все буду заканчивать свой лук. Кому понравилось ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте оставлять комментарии. Всем пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok